Рыбакит папа рисует Привет, ребят! Меня зовут Ваня И сегодня я рисую собачку Собачку на ферме У нас книжка называется Каникулы на ферме Где мы с Лучиком Вот он, наш Лучик Привет, ребята! Я Лучик, я зайчик, который рисует Да, зайчик, который рисует Мы вместе путешествуем на ферме Прямо на ферме и наши истории тут рассказывают Посмотрим, что в книжке, что мы уже нарисовали Сегодня мы нарисуем в этой же книжке что-то интересное С Лучиком мы отправляемся на ферму К нашему дядюшке, кажется, да? Тут история есть У нас нет Wi-Fi Ой-ой-ой-ой-ой-ой Что же делать? Лучик стал плакать Вот так вот На самом деле он не плакал Он на самом деле взял сразу ручку, карандаш, листочки И стал во блокнотике рисовать Первого, кого он встретил, он встретил овечку И мы вчера ее нарисовали Позавчера нарисовали Потом мы нарисовали маленького петушка Молодого, веселого, яркого Я вам рисую, показываю, как пользоваться этой книжкой Дальше мы нарисовали большую ухово, длинно ухово Ослика А сегодня мы будем рисовать и встретим собаку Вот, встретил собаку Лучик и решил ее нарисовать Он катался на самокате А собака быстро бегала Или даже каталась Ну, это такая не настоящая собачка Все-таки она сказочная Она каталась на ферме на роликах Мы сегодня ее нарисуем Смотри, как устроена книга Здесь у нас пейзаж Там, где живет собачка Вот она бегает Как на ферме все это выглядит Чтоб ты видел Если приехал на ферму, все увидел Вот так можно кататься, бегать и веселиться за бабочками После этого мы видим самого животного Здесь в этом случае собака Здесь можно на пустом месте нарисовать эту собаку И мы и сделаем Но нарисовать можно двумя или тремя способами Первый способ Это просто срисовать собачку Второй способ Это нарисовать ее поэтапно Потому что у нас есть поэтапно рисование Третий способ Это навести ваш телефон Сфотографировать QR-код И тут же, тут же, тут же, тут же Посмотреть, как нарисовать Там я сделал видеоуром Где можно посмотреть на специально Как я рисовал собачку Но я сегодня буду срисовывать со своего плана Собачка у нас длинно Длинно тело наверное да и мы рисуем длинное тело и похоже она такой на длинный огурец так 1 2 это уже капелька это ее голова капелька такая вот 1 2 капелька как будто она капнула капнула следующим этап на 3 мы соединим длинная шея такая средняя шея лапа 1 лапа 2 еще 2 лапы вот тут одна лапа и тут вторая того 4 лапы я пересчитываю 1234 все третий этап мы сделали на самом деле по рисовать по этапам это очень легко на четвертом этапе надо смотреть специально все что красное носик и говорит себе носик дальше ушка второе ушко хвостик смотри на четвертом этапе мы практически уже нарисовали нашу собачку осталось только мелкие детали а какие это глазки два кружочка и зрачки улыбка и бровки вот это и вся собачка даже еще можно рисовать вот этот вот ошейник чтобы все знали что это собачках а я единственная хозяйкина до или хозяев есть или бей хозяина теперь раскраска раскрашиваю карандашами рыбакит мне очень нравится раскрашивать карандашами я выбираю нужный цвет например телесный цвет в начале мне нравится телесный цвет так телесный цвет есть рыбакит есть не во всех есть карандашах коробках телесный цвет а в моих есть я всегда это рекламирую рассказываю ребята если вы рисуете тело человека маму рисует портрет мамы папы или просто брат рисует да сам себя человек хочу рисовать а вот нету у нас такого телесного цвета а теперь есть так что смотрите Именно в этих коробочках рыбакит есть телесный цвет. Так, есть еще у нас коричневый цвет. Закрашиваем коричневым цветом саму собаку сверху. У меня получается собачка очень милая. Она такая переходом цвета. И мы как художники уже с тобой умеем делать переход. Сначала сделаем телесный цвет или желтый, или оранжевый, если бы я есть. А дальше закрасим немножко коричневым сверху. И получится у нас желто-коричневая собачка. Такая здоровская. Черный цвет это, конечно, носик. Черным закрасим носик. Ха-ха-ха, все готово. Осталось только красным закрасить ей, нашей собачке, ошейник. Вот чудесная собачка. Закончили лучом? Дай-ка, дай-ка посмотреть сначала, посмотреть. Хорошо получился. Четкая собачка, хорошая. Одобряю. Но только, чтобы она не упала, нужно нарисовать ей землю. И чтобы она бегала где-то. Траву там, да? И вообще вокруг что-то нарисовать. Это всегда так, ребят. Мы всегда дорисовываем с лучиком что-то вокруг. Чтобы у нас не просто рисунок был, а что-то вокруг. К примеру, земля. Была коричневая земля. Собачка стоит на земле. Мы нарисуем. И эту землю закрасим, закрасим, закрасим. Потрудимся, потрудимся. Сделаем из этого простого рисунка очень хороший рисунок. Траву ей нарисуем, нашей собачке. Потому что на ферме много травы. И на даче, если ты едешь, ты видишь эту траву. Видишь. Кусты или дерево можно нарисовать? Можно. Так давай здесь нарисуем дерево. Вот так вот дерево. А от него веточки отходят. Вот так вот мы нарисовали. Тут же нарисуем крону. Такую зеленую. И закрасим ее очень быстренько. Раз, раз, раз. Отлично. А цветочки можно рисовать? Цветочки тоже можно рисовать. Давай нарисуем. Красные. Красные цветочки. Вот здесь, 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 здесь. А на дереве яблочки. Вот это рисование. Не только собака. Это как каша из топора, когда рисуешь собаку, а потом умеешь рисовать все вокруг, например. Траву, землю, дерево, яблочки. Ох, как хорошо. Еще и солнце. Солнце тоже. Лучик очень любит солнце. Я очень люблю солнце. На каждом своем рисунке я рисую солнце. Если у меня есть место, у меня есть время. И если это хороший солнечный день, а я всегда рисую солнечный день, я рисую солнышко. И небольшое облачко, потому что мне нравится, когда идет грибной дождь. И грибы быстрее растут. И дети быстрее растут. Эх, и папы тоже быстрее растут. Ребята, вот у нас рисунок теперь готов. И теперь лучик можешь оценить. И я вам поставлю 5. А я вам поставлю лайк, если вы зайдете по ссылке в описании, где можно купить эту книжку. А в конце книги есть закрытая телеграм-группа, где вы можете поделиться своими рисунками. И я вам обязательно поставлю лайк. И даже нарисую вам. Что-то в ответ. Эй, ребята, здорово. Конечно, здорово. Давайте посмотрим, что у нас есть. Еще раз напоминаю, что это каникулы на ферме. Мы уже нарисовали нескольких животных. Но еще у нас впереди есть, что рисовать. Есть, что рисовать. Есть, что рисовать. Это целый альбом. Целый альбом. В альбоме, кажется, 13 рисунков больших. Так что, если вы будете рисовать, эту книжку можно сохранить. И на память родителям тоже сообщают. Мне кажется, интересно. Потому что многие рисунки на бумажках можно потерять. А если вы нарисовали лошадку здесь, в книжке, то, понятно, что вы читали, умели, любите, делились и рисовали. Вот это здорово. Вот это мне нравится. Ребят, приходите. Завтра будем рисовать дальше. Все. Пока-пока. Привет, я Ваня рисую на канале Рыбокит. Я сделал серию книг-альбомов для рисования с пошаговыми уроками рисования и местом для рисунка. Ты узнаешь про приключения яркого желтого зайчика лучика, который любит рисовать все, что видит. В каждой книге ты найдешь пошаговые уроки, плюс QR-код для просмотра специальных видеоуроков от меня. Мы нарисуем с тобой и лучиком много замечательных рисунков, зверей Африки, машинки в городе, динозавры, животных фермы. Книги ты можешь найти на всех книжных интернет-полках и по ссылке в описании.